На освобожденных от российских оккупантов территориях эксгумировали около тысячи тел погибших военных и мирных жителей. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Почти 450 тел были обнаружены в Изюме на месте одного из самых массовых захоронений. Помимо этого, Национальная полиция Украины открыла уже более 39 тысяч уголовных дел о военных преступлениях оккупантов, заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. В частности, в Харьковской области задокументировано более двух тысяч военных преступлений. Задержаны 29 человек, которые подозреваются в сотрудничестве с врагом. Об этом не только поговорим с нашим следующим гостем. Это Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот 39 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений уже есть. И с каждым днем их будет становиться все больше. Ведь сейчас следователи активно работают на деоккупированных территориях. О каких преступлениях чаще всего идет речь? Что рассказывают люди в Харьковской, Херсонской областях? Люди, которым несколько месяцев пришлось жить под оккупацией. Это мотивление преступления, которое зарегистрировано уже офисом генерального прокурора национальной полиции и находится на стадии расследования. Значительную часть представляют, прежде всего, дела, связанные с разрушением собственности. Это самая большая категория дел, связанных с уничтоженной собственностью. И, собственно говоря, он присутствует в этом количестве заявленных нарушений по 438 статье Уголовного кодекса, которая представляет собой, собственно говоря, преследование за преступлением. И следующая большая группа связана уже и вот то, о чем вы спрашиваете непосредственно, как непосредственно влияет оккупация, оккупационный режим на жителей, и какие связанные с этим преступления наиболее часто или наиболее тяжкие фиксируются и регистрируются в этой системе в Едином реестре досудебных расследований. Это, конечно же, я уже сказал, на первом месте это имущественные, но самые тяжкие, это непосредственно связанные с лишением жизни. Это могут быть как непроизвольные обстрелы или неизбирательные обстрелы и непроизвольное лишение жизни. Это, скажем, одна группа преступлений, которые связаны с ведением боевых действий и не учетом фактора присутствия мирного населения. Это режимные, скажем так, связанные с установленным режимом нарушения, которые, собственно, Россия начала еще с 2014 года, стремясь установить свою авторитарную власть. Мы говорим об оккупации Крыма и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И вот эта практика была перенесена уже на вновь оккупированные, захваченные территории, включая и те, которые были освобождены еще в конце марта, Киевская, Черниговская, Сумская области, и те, которые освобождаются вот сейчас, это Харьковская, Херсонская, частичная и Донецкая, Луганская, и Николаевская, Запорожская. И здесь скрывается вот этот вот массив преступлений, связанных с фильтрацией, с подавлением любого неприятия этого оккупационного режима. И это незаконное лишение свободы. При этом осуществляются жесткие, скажем так, жесткое обращение, которое может соседствовать или может даже квалифицироваться как пытки. И вот вы как раз демонстрируете на экране вот эти и пыточные камеры, где происходили вот эти допросы с пристрастием, и, возможно, даже убийство тех, кого задерживали, пытались склонить к какому-то сотрудничеству или, наоборот, к даче информации. Это и очень, скажем так, сложно расследуемые сексуальные преступления. Это могут быть как изнасилования, так и другие формы сексуального насилия, которые применялись и продолжают применяться оккупантами на подконтрольных территориях. Отдельной категории и, наверное, самой тяжелой и болезненной — это преступления по отношению к наиболее выязвимым группам нашего населения. Это, прежде всего, дети. Это похищение, это незаконный вывоз детей, это их лишение национальной идентичности. Есть эти примеры, которые связаны с перемещением тех же самых детских домов, мы знаем и Мариуполь, и Херсон, откуда вывозили из детских домов целые группы детей, после их развозили по территории Российской Федерации, передавали на усыновление, и они как бы растворялись на территории Российской Федерации. Все это вкупе составляет массив нарушений международного гуманитарного права. И такие тяжкие нарушения, они стоят, собственно говоря, военными преступлениями, которые расследуются нашими национальными органами. Мы уже назвали национальную полицию, офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины, и параллельно работают точно так же прокуроры, или офицеры, называются они, из офиса прокурора международного уголовного суда. А вот с оккупированных областей правозащитникам сейчас удается получать информацию? Вот, например, в Херсоне огромные проблемы со связью, практически нет интернета. Есть источники получения, они нерегулярные, у нас нет, скажем так, постоянных информаторов, но информация о том, что происходит и происходило в эти времена, которые наступили после оккупации этих территорий, приходит через тех, кто выехал. Это первое. Сложно, конечно же, не подвергая риску, получать информацию с неподконтрольных территорий, от тех, кто там сейчас находится, но это тоже иногда происходит. Есть информация о том, что, скажем, происходит вывоз тех же самых лиц, которые находятся в местах несвободы. Это наши военнопленные, это те, кто незаконно удерживаются, скажем, оккупационной властью, в том же средственном изоляторе, и вот стремясь использовать их как живой щит, их перевозят на другие территории с того же Херсона, который, возможно, скоро будет освобожден от оккупантов. И информацию о том, что это происходит, получают и правоохранительные органы, и получают точно так же те, кто документирует эти преступления. Оккупанты не только запугивают и похищают людей, но и устраивают показательные казни. Была информация, что жительницу Скадовска, Татьяну Мудренко, показательно повесили перед зданием суда. И вот родная сестра Татьяна утверждает, что причиной могла стать ее проукраинская позиция. И конкретно фраза, что Скадовск – это Украина. Зверства происходили в Херсоне, там расстреляли известного дирижера за то, что он отказался от сотрудничества. Вам что-то известно об этих случаях? Эту информацию мы точно так же получали из открытых источников. Она требует своей перепроверки и подтверждения уже по факту. Поэтому мы владеем только в том объеме, о котором вы говорите, этой информацией. Я из своего опыта могу сказать, что очень важно проверять все детали и всю информацию с разных источников. И она должна быть, скажем так, не информационной, а юридической такой, которая будет доказана. То есть должны быть и, кроме утверждения о том, что это было, например, шокирующая информация о том, что, возможно, была повешена женщина, но, скажем так, должна быть надлежащим образом подтверждена перед тем, как ее выдвигать в качестве отведения и уже как подтвержденного факта. Да, ситуация с расстрелом музыканта практически подтверждена. Это соответствует действительности. Это точно известно. Вот в соответствии с тем, что касается повешения, это, скажем так, требует доказательств еще. Вы уже начали говорить о том, что оккупанты продолжают воровать наших детей. Вот последняя информация из детского дома в Херсонской области. В направлении Крыма вывезли 16 детей с инвалидностью. В Энергодаре больше 100 детей, но здесь уже с разрешения родителей. Еще летом вывезли на оздоровление и до сих пор не вернули. И родители в панике. Что мы можем сделать в такой ситуации? Как вернуть детей? Конечно, родителям нужно было думать перед этим, как отправлять детей. Тут понятно. Показывает опыт Херсонских городов. Удается вернуть часть детей с так называемого отдыха, потому что сложности, во-первых, с логистикой, сложности с переездом. И здесь, как по мне, очень важно привлекать, как я назвал ее, третью силу. Это та третья сила, которая, собственно говоря, сейчас оказывается действием в процессе обмена военнослуженными. И она может точно так же помогать в вопросе возврата детей, которых вывезли на территорию, скажем, материковой России или в Крым для отдыха. И когда территория, которая была оккупирована, освобождается от оккупантов, от россиян, сложно даже переехать на эту территорию детям, которые были вывезены с этой территории. И, собственно говоря, здесь мы видим вот эту вот ситуацию, когда дети используются как определенный такой, знаете, элемент, во-первых, пропаганды, во-вторых, они выступают, но я могу сказать, что в качестве живого щита, потому что, собственно говоря, они становятся потом объектом такого торга, то, что их нужно вернуть, казалось бы, родителям. Это просто факт, который не подвергается сомнению. А для того, чтобы это было осуществлено, нужно как бы идти и упрашивать государство оккупан, чтобы оно пошло на такие уступки. То есть, вот это, ну, повышает определенную цену торгов, если это можно назвать торгом в отношениях переговоров с оккупантом, в тех элементах, где эти переговоры происходят. То есть, это становится еще одним дополнительным условием, таким козырем в руках России в этом переговорном процессе. Ну, тем временем в России усыновили уже 350 украинских детей-сирот. Об этом заявила уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Львова-Белова. Еще более тысячи детей ожидает усыновления. Как вы полагаете, вот семьи, которые на это идут, они понимают, что совершают преступление, да? И называется это не усыновление, а официальное похищение. И вот сложно ли будет возвращать как раз таких детей? Да, этот вопрос достаточно сложный, потому что, во-первых, это связано еще с тем, когда можно будет начать процесс возврата этих детей. Если это будет, скажем, в скором времени, в ближайший год, полтора-два, это реально, и нужно будет привлекать точно так же ответственности всех, кто принимал участие в этом незаконном процессе, фактически совершаемого преступления, связанным с похищением детей и таким насильственным натурализацией среди Российской Федерации. Но если это затянется, если такой вопрос будет решаться через 10-15 лет, то тогда это будет очень сложно. И хотя мы говорим о том, что, собственно говоря, совершается военное преступление, которое должно быть заявлено как такое военное преступление со ссылкой на определенные международные стандарты и нормы, та же самая наша 438-я статья Уголовного кодекса, та же самая восьмая статья Устава Международного уголовного суда, который Украина, надеюсь, сертифицирует. И та же самая 4-я Женевская конвенция, положение которой перенесено, скажем так, в ту же самую восьмую статью Международного уголовного суда, которая классифицирует военные преступления, к которым относится вот эта натурализация населения и, собственно говоря, вот этот процесс похищения детей и передач их российские силы. Александр, вот буквально новость последнего часа. Просим вас прокомментировать. Сенат Польши принял резолюцию о признании властей РФ террористическим режимом. Призываю также международное сообщество поддержать Международный криминальный суд в расследовании военных преступлений, совершенных Россией. Насколько важно это решение? Мы двигаемся по пути признания Российской Федерации государством спонсора терроризма и, фактически, если это будет подтверждено другими государствами, ну, Польша сегодня артифицировала на уровне парламента такое решение, то, собственно говоря, это будет означать более жесткий режим санкций, который будет введен по отношению к России как государству на международном уровне. И, собственно говоря, санкции будут касаться не только России, но и тех контрагентов государств, которые будут общаться с Россией. То есть она будет поставлена в один ряд с Северной Кореей, с Ираном, с теми Кубой, государствами, на которые наложены санкции в связи с тем, что они признаны государствами, спонсирующими терроризм. То есть это резолюция, которая принимается, соответственно, уже Госдепом Соединенных Штатов Америки, но она является такой флагманской, скажем так, для всех государств. И для государства, которое попадает в этот список, скажем, включается режим больших ограничений и трат в связи с тем, что не только непосредственно Соединенные Штаты накладывают ограничения на общение экономическое, политическое, дипломатическое с этим государством, но это требование по отношению ко всем государствам, контрагентам. И это достаточно сложно, хотя, как мы видим, продолжает существовать и та же Северная Корея в изоляционном режиме, но это уже совсем другая жизнь. Крымскую платформу в Загребе еще хотели с вами обсудить. Будут ли какие-то сдвиги по гуманитарным и правовым проблемам в Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины? Как вы оцениваете проведение этого форума? Крымская платформа, которая, собственно говоря, началась и была инициирована еще в прошлом году с идеей создать площадку для международного объединения всех и, собственно говоря, актуализации вопроса Крыма как украинской территории, которая требует реинтеграции. В этом году, на этой неделе, продолжила свое успешное развитие, как раз подтверждая то, что эта площадка не просто была как бы одномоментным и единоразовым действием, а это диалог постоянный, который включает, собственно говоря, для политиков, дипломатов и представителей государств в обсуждении и решении будущего деоккупированного Крыма. Это, собственно говоря, такой сигнал того, что Украина уже сегодня выстраивает стратегию работы с деоккупированными территориями, и Крым, который был такой уникальной, скажем так, территорией еще до февраля этого года, потому что он был аннексирован России официально, и Россия не признавала, как мы знаем, свое участие в оккупации территории на Донбассе в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. На сегодняшний день, собственно говоря, происходит определенное выравнивание уже статуса этих территорий, и мы говорим о том, что Крымская платформа является таким, скажем так, наиболее оформленным и четким продуктом и, собственно, объединением государств, которые работают над политическим закреплением тех стратегий, которые вырабатываются и на национальном уровне, и совместно в партнерстве с государствами, которые принимают участие в этой Крымской платформе, которая расширяется и усиливается. То есть это еще один сигнал о том, что политико-дипломатический путь, он тоже работает и должен быть использован, потому что это замысливалось как именно политико-дипломатическая площадка. И сейчас вот та идея, которая была заложена еще в прошлом году в эту Крымскую платформу, она как бы приобретает более прагматические очертания, и мы видели, что обсуждения, которые касались насущных проблем и наоборот тех перспектив и программ, которые были предложены, они становятся более реалистичными и более прагматичными и учитывают и исходят сложившиеся реалии. Спасибо вам огромное за ваши комментарии, за содержательную беседу. Спасибо. Я напомню, Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, был с нами на связи. Спасибо.